Всем привет! В этот раз речь пойдет о еще одной прелести, доступной только на взломанных консолях, а именно о трейнерах. Хотя, пусть мне кто-нибудь объяснит, чем они отличаются от читов. Поэтому периодически я буду называть это чизерством, не обращайте на это внимания. Кто-то хочет просто устроить беспредел. Кому-то после очередного прохождения хочется просто пофаниться, например, прокачав все, что можно. Я никого не осуждаю, конечно, только если вы не портите впечатление другим игрокам. Но в онлайн все равно на старые прошивки выйти нельзя, так что все отлично. В общем, такие вещи не обошли стороной и PS4. Но еще раз повторю, что только взломанную. Посмотрим мы на два достаточно похожих инструмента. Неприятная особенность в том, что нужен ПК с запущенной программой. Собственно, давайте посмотрим, как они работают. Но для начала нужно узнать IP-адрес PlayStation 4 в нашей локальной сети. Для этого идем в настройки, настройки системы и смотрим информацию о системе. Там будет написан IP-адрес. Запоминаем его, в дальнейшем он еще понадобится. Теперь мы можем скачать первую программу для читерства. Это будет тренер от Tyler Mods. На сайте нам пишут, что ПК поддерживается 66 игр, более 9000 пользователей и так далее. Хвастаются разработчики. А мы тем временем скачаем и запустим программу. Кстати, если вы будете запускать Хен или Миру, то делайте это до следующего шага. То есть, на этот момент слом уже должен быть запущен. Где 4.0, нужно ввести IP-адрес PlayStation 4, который мы смотрели раньше. А вот теперь нам надо, чтобы приставка принимала пейлоуды с других устройств. Для этого нужно запустить пейлоуд бинлоудер. Сделать это можно удобным для вас способом. Например, у меня прописан DNS. Поэтому я могу зайти в руководство. Или, например, вы можете зайти по адресу через браузер. Теперь приставка ждет загрузки пейлоуда. В программе выберите прошивку, на которой вы будете использовать трейнеры. В моем случае это 5.0.5 мира. После этого нажмите Send Payload, чтобы отправить пейлоуд на консоль. Если все пройдет успешно, надпись справа изменится на то, что вы сейчас видите на экране. На этом примере мы будем изменять данные в игре Sonic Mania. Сначала запускается игра, в которой мы будем читерить. А потом выбираем игру в трейнере. И нажимаем кнопку Attach, чтобы привязаться к процессу. Когда нажмем Attach, на приставке тоже появится уведомление. Будто вы подключили какое-то устройство. Теперь мы можем в игре менять предложенные значения. Например, здесь мы можем изменить количество жизней или колец. И по нажатию кнопки Set это значение променяется. Ладно, давайте посмотрим следующий инструмент и выберем игру для него поинтереснее и поэффектнее. Это уже комьюнити трейнер. Также скачиваем и спускаем. Обязательно лезем в настройки и меняем IP адрес на свой. На PlayStation 4 снова запускаем Binloader, потому что нам также надо будет отправить другой payload. Тем временем в программе заходим в настройки и нажимаем Inject payload. Когда он будет отправлен, в этом случае уведомление высадится на том же экране. Все, можно запускать игру. Пока игра запускается, в программе выберем пункт Trainer и подождем, пока она загрузит все доступные трейнеры. После запуска игры нажимаем на ее иконку в трейнере и сразу присоединяемся к процессу. На приставке, соответственно, вылезет уведомление. Обратите внимание, что в любом трейнере версия игры должна совпадать с той, что указано в программе. Иначе будут ошибки. В данном случае можно выбрать годмод, бесконечную энергию, добивание, специальное умение и даже очки для прокачки. Собственно, здесь достаточно нажать галочку и изменение сразу вступит в силу. Можете увидеть, как я запускаю несколько специальных приемов подряд, хотя в обычной игре пришлось бы достаточно долго копить, чтобы исполнить еще один после выполнения такого. По поводу прокачки тут немного страннее. У меня было 0 очков и даже выбрав пункт, я не мог ничего выкупить, пока не собрал еще одно очко для прокачки. И после этого их стало 999. То есть иногда бывает в самой игре надо поменять значение, чтобы оно как-то изменилось. Например, как было в Сонике. Думаю, вы знаете, когда набирается 100 колец, вы получаете дополнительную жизнь. Но выстояв значение в сотню, жизнь не прибавилась. И для этого пришлось самому подобрать на уровне еще одно кольцо. И после этого жизнь появилась. Просто имейте в виду, что такое тоже случается. В общем, как-то так. Количество доступных игр, подчеркиваю, на данный момент, вы видите сейчас на экране. Со временем их станет все больше. Но это то, что вы можете использовать прямо сейчас. Может быть, к этому еще вернемся. А сейчас у меня все. Не забудьте подписаться, поставить палец вверх и до скорых встреч. Надеюсь, видео вам было интересно. Продолжение следует...